Добрый день, уважаемые коллеги и уважаемые коллеги все. Мы хотим представить вам группу истории и реставрации. И сегодня мы расскажем вам про работу, про нашу работу в течение двух недель. В этом году группа истории и реставрации занималась историей сел и деревень Новоселовского района, попавших в зону затопления Красноярской ГЭС. Исследование проводилось двумя методами. Интервьюирование старожилов и работа с документами в архивах. Нам удалось объехать 8 деревень и 2 города, Красноярск и Минусинск, в которых находились архивы. Мы изучали материалы в двух городах, потому что исторически сложилось так, что изначально территория нынешнего Новоселовского района входило в Минусинский уезд в Енисейской губернии. А в 1924 году был образован Новоселовский район как часть Красноярского края. Мы не стали изучать архивы Новоселовского района, Новоселова как районного центра, в связи с тем, что в какой-то момент Новоселова была объединена с Курагина. Была объединена с Курагиной, и весь архив был перевезен в Курагино. Но там он сгорел, так что ни там, ни там нет архивов. Целью нашего исследования являлось восстановление образа ушедших под воду деревень и сел. Мы занимались в ряде музеев и архивов, и о них расскажут мои коллеги. Я расскажу о том, чем мы занимались в архиве города Красноярска. Во время работы мы интересовались документами, связанными с историей деревень Новоселовской волости. Из хранилища в архиве мы просмотрели фонд Енисейской духовной консистории, фонд коллекции сибирского купца и промышленника Юдина. Фонд Новоселовского властного управления и фонды Сисимской, Новоселовской, Бараицкой и Анашинской церкви. Это села, которые находятся в зоне затопления. Но, к сожалению, в этих описях все дела были метрическими книгами. Вот в последних четырех, которые отдельно к церквям относятся. То есть метрические книги — это книги, в которых записаны рожденные, умершие, бракосочетавшиеся и так далее. И если браться за это дело, то надо все сразу, и те несколько, по сути, которые у нас были, вряд ли могли бы представить какую-то информацию для обработки. Из фонда Енисейской духовной консистории было довольно большое количество дел. К примеру, опись церковного имущества Анашинской церкви. Да, одно из затопленных. Я могу, к примеру, сочетать один абзац оттуда, вот прям то, что перепечатывали с документа. Внешний вид, вообще внешний вид церкви и вся церковь вместе. Церковь каменная с такой же колокольней, построена в 1801 году иждивением прихожан. Длиною от горного места до внешних дверей 13 сажен, шириною 7 сажен. С одним пределом, устроенным в то же время. Главный престол во имя Всемилостивого Спаса, а в пределе во имя Архистратига Божия Михаила для входа в нее дверей со стороны западной 3, с северной 1 и с южной 1. Последние две двери со внешней стороны обиты листовым железом. Окон с правой стороны в настоящем храме 1, а в пределе 3. С левой стороны по одному окну. Сверх того, в холодном храме есть два круглых окна на северной и южной стороне и четыре окна в самом куполе или осьмирике. Ну и так дальше, так написана вся церковь, все иконы, книги и все, что там есть. Также в этом фонде был рапорт притчта Новоселовской церкви. Там о просьбе выделить средства на ремонт, на починку церкви. Там были клировые ведомости о церквях и притчтах Минусинского округа. Мы просмотрели два за 1827 и 1874 года, чтобы было возможно в дальнейшем посмотреть разницу и как-то сравнить, чем мы еще не успели заняться. Возможно, это можно будет сделать в Москве. Также из фонда коллекции сибирского купца и промышленника Юдина было одно очень ценное дело о постройке церкви в селе Анаш. Но его нам не выдали по причине плохого состояния документа. Из фонда Новоселовского властного управления...